Коглишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майкроват, еще и в новую серию нашей рубрики с операциями, да ребята, лайк если соскучились по этой рубрике, потому что сегодня мы возвращаемся, ребята, если вы хотите видеть больше видео по данной рубрике, если вы хотите больше операций, а вы ведь помните то, что мы делали операции уже многим супергероям, различным персонажам с мультика, с аниме и многое другое, если вы, ребята, хотите продолжения, ставьте большой палец вверх, если мы наберем 7 тысяч лайков прямо сейчас, то я сразу же бегу записывать новую серию, выложу ее прямо завтра, поэтому давайте, ребята, вместе соберемся, все дружно поставим лайк, я буду очень сильно этому рад, подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, делитесь этим видео со своими друзьями, и что самое главное, это, ребята, заходите в комментарии и пишите вашего персонажа, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию в следующей серии, я вам честно говорю, я читаю каждый ваш комментарий, пишите, кому вы хотите, чтобы я сделал операцию, честно, я учту самое большое количество пожеланий и сделаю тому у персонажа операции, пишите, ребята, кому угодно, да, а сейчас мы больше не будем тянуть и приступаем к самой серии, давайте посмотрим, к кому мы будем делать операцию в этой серии, не забываем поставить лайк прямо сейчас, поставил? Молодец, все, молодец, 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 ребята, а сейчас мы приступаем, так, кому мы делаем операцию в этой серии? Дядя Шнюк, что-то это знакомое, Дядя Шнюк, 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 это из Лунтика, да, вроде? Честно, ребята, я не смотрел мультики, я смотрел мультики в детстве, это было лет 15 назад, и у меня, в моем детстве мультики были это, ну погоди, бременские музыканты и многое другое, я Лунтика уже не смотрел, барбоскиных вот этих всех, но мне кажется, что Дядя Шнюк, это, да, это тот, это тот паучинок, который любил искусство, там, музыку, рисовать, что-то придумывать и многое другое, я прав? Да, ребята, да, да, в этой серии мы делаем операцию Лунтику, ребята, напишите, вы любите мультик, сериал, я не знаю, не сериал, мультик, Лунтик, не знаю, ребята, вот пишите, какой у вас любимый мультик вот прямо сейчас, я не могу сказать, какой у меня был, я любил покемонов, но это больше аниме, да, но все же, ребята, давайте мы посмотрим, что хочется вот этому Дядя Шнюку, так, нам уже дали, кстати, квест. Здравствуй, Эдисан, мне нужна твоя помощь, Лунтик получил серьезные травмы при падении с луны на землю, повредил ногу и руку, помоги ему, пожалуйста, вылечь его как можно скорее, ведь ему и так очень плохо, и за... Ну, об этом я тебе расскажу чуть позже, сделай пока хотя бы это Так, круто, он уже нам намекает так, что будет еще какое-то задание после этого, да, так говорит, ему и так очень плохо, и за, и промолчал Поэтому, в принципе, подожди минутку, я сейчас вернусь, да нет, мы уже можем сразу приступать Кстати, ребята, мы можем что-то купить, в первую очередь давайте оденем нашу, нашу шмотку генерала, которую мы получили при выполнении задания Кого мы убивали? Убивали? Кого-то мы там убивали, да, ребята Железного человека, да И знаете что? Что я подумал в этой серии? Кстати, у нас уже есть два алмаза, и у нас есть девять, девять Железа, да? А, и так же у нас есть верстак, который мы сделали совсем недавно Мне, ребята, нужно сделать наковальню Дай бог памяти, как она делается Нам нужно реально ее будет сделать для того, чтобы... Чтобы чарить какие-то пушечки Допустим, вот этот меч Экскалибур мы сможем зачарить на фаер-аспект То есть он будет бить противника и поджигать его Но для этого, ребята, нам нужно сделать наковальню А для этого еще... Я если хорошенько помню, нам нужно три железных блока А у нас только есть один Да, да Вы поняли, что нам еще нужно будет попотеть Ну да ладно, дядя Шнюк Ты, конечно, немного странно выглядишь Но все же, мне кажется, в Майнкрафте нету скина дяди Шнюка Поэтому вот такой у нас дядя Шнюк Но, да ладно Да ладно Да ладно Ну что, Лунтик, что нам ему нужно сделать? При приземлении с луной на землю Он повредил себе ногу Ну как повредил? Он просто ее себе отрубил И также правую руку Ну если смотреть от его лица Правую руку и левую ногу Поэтому, ребята, давайте мы поможем бедному Бедному, бедному Лунтику Кстати, вот мы выполнили уже квэш Ну в смысле выполнили квэш Взяли на себя вот эту ответственность Да Помочь Лунтику Поэтому давайте, ребята, будем помогать Как у него Как у него выглядит вот эта нога Вроде вот так, да Потом идут два вот таких блока Если я хорошенько помню И два Нет, и вот так, да Вот так Да Вот так только тут нужно убрать Все И так Давайте вот тут еще по кругу сделаем Как у нас тут идет Вот так, да И потом вот это Вот так Ну что, Лунтик Ногу мы тебе, в принципе, восстановили Давайте посмотрим сверху Как это все будет смотреться Так, вот видите Хорошо, что мы посмотрели Потому что тут еще одного блока не хватает А потому что дядя Шнек Потом на нас разозлится И скажет то, что Вот вы там не полностью выполнили все задание Там, бла-бла-бла Вы плохие Ну, в смысле, мы с вами, ребята Поэтому давайте восстановим Лунтика как следует Так, тут у нас что? Тут у нас должно быть три Вот так блока, да Вот так Потом нужно делать так же, как и тут Потом так же три Потом так же три Потом два Значит Тут у нас должно быть Тут у нас должно быть Три Потом Три И потом Два Потом у нас идут Ногти И, в принципе, должно оно выглядеть как-то вот так Я надеюсь, что я правильно сделал 3 3 3 2 3 3 ага значит неправильно там нужно было там нужно ребята было наоборот то есть нужно было вот так ща мы это все попробуем ребята не беспокойтесь восстановим тебя лунтик будешь красавец красавец только тут нужно поставить белые тут тоже белые и тут белые я я надеюсь что это правильно пожалуйста 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 правильно правильно неправильно вроде правильно да вроде мы ему восстановили и ногу вроде моему восстановили и руку все принципе дядяшнюк ты доволен дядяшнюк что-то недоволен мне кажется что все правильно дать я ребята быстренько еще раз посмотрю мне кажется что я все сделал и в принципе все правильно так вот тут вот тут что-то было не совсем правильно, но сейчас, мне кажется, все симметрично. Лунтик прям красавец, как будто заново родился, все части на месте, все части тела на месте, поэтому давайте возвращаться, дядя Шнюк, что ты нам скажешь, а, дружище? Да, ты его вылечил? Да, спасибо тебе большое, ты действительно нам очень сильно помог. Да не за что тебе, дядя Шнюк, ты забрал у меня вот это все, да? Ты забрал у меня вот это все. Что ты, что ты забрал? Что ты забрал и что ты нам дал? Вот мне просто интересно. Так, он нам дал 5 баксов, и, в принципе, все, больше ничего. А, вот смотрите, ребята, так, а почему ты это на землю дропнул? Мне очень сильно интересно, почему ты выкинул странный зеленый меч на землю, а не дал нам его в инвентарь? Хотел себе заныкать, да? 100% хотел себе заныкать. Так, ну ладно, 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 главное туда не упасть, вот это выкидываем, это, в принципе, нам не нужно. И странный зеленый меч, ребята. Странный зеленый меч на 8 урона, то есть у нас есть Экскалибур, вот этот, меч короля Артура на 7 урона, и есть странный зеленый меч на 8 урона. Мне, конечно, Экскалибур намного больше нравится, потому что он намного симпатичней. Дядя Шнюк, у тебя какой-то очень странный вкус, честно. Мне вот этот странный зеленый меч вообще не нравится. Вообще не нравится! Но, раз у него урон будет побольше, значит, его мы использовать и будем. Но надеюсь, что ты потом поменяешь свой вкус и дашь нам какой-то предмет получше, да, Дядя Шнюк? Надеюсь, надеюсь. А сейчас, ребята, в принципе, давайте я быстренько посмотрю, что нам предлагает Доктор Стив и что мы сможем у него купить, что мы сможем ему продать, потому что у нас, в принципе, также есть много ненужных вещей. Но, как я вижу, ничего нормального. Подождем к следующей серии, посмотрим, может, в следующей серии он нам что-то предложит получше. А сейчас, в принципе, давайте опять пойдем к Дядю Шнюку и посмотрим, даст ли он нам какое-то новое задание, потому что сразу при первом задании он нам сказал то, что не расслабляйся, потому что будет и второе. Поэтому давайте, ребята, мы сейчас посмотрим. Ну что, Дядя Шнюк, ты приготовил для нас следующее задание? Потому что, ребята, у меня прям чешутся руки взяться за него и, наконец-то, выполнить, чтобы спасти несчастного Лунтика. Ну что? А сейчас самая серьезная проблема. Кукла Лунтика Луня. Вупсили-пупсили ее украли. Они спрятались в лесу, играют с нею и не хотят ее отдавать Лунтику. Пожалуйста, помоги нам. Лунтик очень расстроен из-за куклы. Она много для него значит. Разберись с этим двумя братьями-бандитами. Ну, в принципе, ребята, мне кажется то, что можно разбираться. Только секундочку, Дядя Шнюк, подожди минутку, я сейчас вернусь. Все, что я хотел, это выложить в нашу тумбочку ненужные предметы. А что именно ненужные? Сейчас, ребята, нам больше не пригодится экскалибур, потому что у нас есть странный зеленый меч. Поэтому, Дядя Шнюк, отправляй нас. Мы готовы отправиться в путешествие. Так, нас тепернуло куда-то в лес, там, где прячутся вупсиль и пупсиль. Это вы тут, ребята? Да, вот у нас вупсиль, вот у нас пупсиль. Какие они красивенькие. Так, нажимаю плита. Не буду я на нее нажимать, поэтому отдавайте куклу. Быстро, быстро отдали куклу. Мне кажется, они не очень хорошо настроены и вряд ли они будут отдавать куклу. Поэтому, ребята, нужно приготовиться к самому худшему. Я подойду и посмотрю. Нет! Ребят, ааа, не, значит, значит ты не хочешь куклу отдавать, да? Ну ладно. Так, шурикеды, шурикеды, шурикеды. На! Опа, опа! Опа! Так, пистолетик. Мы прям в ниндзи. Так, так, тихо, вупсиль. Я не хочу убивать тебя. Я убил твоего брата вупсиля, но тебя, пупсиль, пока что не хочу. Я посмотрю, выпало ли с него... Ааа, нет, кукла с него не выпала. А что с него выпало, наверное? Выполнить деньги. И всё. И... А, вот ещё книжечка выпала. Шарап Несс-1! У-у-у! Значит, если мы зачарим вот этот странный зелёный меч, то у него уже будет не 8 урона, а уже будет 9 урона. Так, пупсиль, я убил твоего брата. Может, ты по-хорошему отдашь книжечку... Не книжечку, а куклу, и мы с тобой не будем драться? Хватит жертв уже на сегодня, да, ребята? Пожалуйста. Я иду с мирными намерениями. Пожалуйста. Всё. Ты меня не будешь бить, пупсиль. Чуть-чуть темновато стало, да? Пупсиль, пожалуйста, не бей. Я тут немного освещу нашу площадочку. Чтоб было виднее. Я вот сейчас сюда заберусь, не будешь меня бить. Да чё вы все-таки агрессивные, а? Ну ладно. 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 Если вы настроены так, так плохо. Плохо. Не хотите отдавать. Да, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. На. На. Да, а чё? Всё, уже больше не атакуешь, да? Нет. Ага. Вот. Вот. Поднимайтесь. О, да! Мы выполнили, ребята, квест. Мы выполнили квест. Давайте тут опять, чтоб было виднее. Так, что нам выпало? Главное, кукла. Нам ещё выпало два. Железо. И нам выпала кукла Луня. Кукла Луня. Луня самого. Лундика. Да? Замечательно. Сейчас ребята принесли. Так, 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 так. Нет, нет, нет. Нам не нужен тут лесной пожар. О, ещё железка выпала. Четыре железа. Замечательно. Мы всё ближе и ближе к нашей наковальне. Оставайся. Я оставляю на тебя вот этот лес. Корова. Сейчас ты повелительница. Охраняй тут и больше не пускай никаких пупселей. И вупсли. Хватит нам вот этих двоих, которые... Которые украли куклу у Лундика. Так, ребята, давайте возвращаемся обратно. Дядя Шнюк, что ты нам скажешь? Ты сделал это. Да, ты забрал у них куклу. Быстрее порадуй Лундика. Я даже не представляю, насколько он будет счастлив. Да, да, да. Только дай нам какой-то подарочек. Так, что? Он нам дал пять слитков. Железо. Опа. У нас есть уже два железных блока, ребята. Два железных блока. Остался ещё один железный блок. И осталось ещё четыре железа. То есть нам ещё нужно 13 железа, и мы сможем скрафтить на ковальню. Что он нам ещё выдал? Всё? А, выдал 15 патронов. Выдал 15 патронов, и вроде всё. И выдал копию куклы Лунди. То есть, понятно, что не выдал нам оригинал Лунди, а только копию. Это, наверное, как просто небольшой презент, подарочек за то, что мы спасли Лунью. Я не знаю, ребят, куда её поставить. Могу ли я поставить на верстачок, чтобы она вот тут так сидела и смотрела? Можно? Да? Да, ребята. Копия куклы Лундика. Смотри, какая прикольная. Опа. Опа. Могица. Могица немного толстоватая, но всё же сойдёт. Луня, ты прикольная. И, в принципе, ребята, мы отдали куклу Чнюку. Он, наверное, 100% её передаст. Лунтику. И всё. Лунтик. К сожалению, мы будем прощаться с тобой в этой серии. Но, ребята, вернёмся в следующей серии. Кому вы хотите, чтобы я делал операцию в следующей серии, зависит только от вас. Пишите в комментарии. Любому вашему супергерою. Любому вашему герою с мультиков, фильмов, аниме. Хоть кому нафиг. Хоть вашей бабушке, ребята. Ну, мне всё равно, честно. Хоть даже вам. Напишите в комментарии. Я прочитаю... Посчитаю, точнее. Тех персонажей, кого будет самое большее в комментариях. И сделаю ему операцию в следующей серии. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть следующую серию хоть завтра. Хоть 2-3 видео в день. Я для вас сделаю всё, что угодно. Просто, ребята, поставьте лайк на вот эту серию. Мне будет, в первую очередь, очень приятно. Потому что каждый ваш лайк — это большая для меня мотивация выпускать новые серии. Я просто афигеть как радуюсь, когда вижу много лайков на серии. Поэтому, ребята, ставьте лайки. 7000 лайков. И сразу выходит новая серия. Честные слова, ребята. И также подписывайтесь на мой канал. Это всего лишь одна секунда клацать на кнопочку. Но каждый подписчик для меня как друг. К сожалению, ребята, как бы я не хотел с вами прощаться, нужно прощаться. Я вам говорю большое спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.